Квинспарк Лежардин, очень зеленая красивая территория. Начну, наверное, сразу с названия, потому что Лежардин с французского переводится как сад. Отель этому соответствует. Состоит отель из основного здания буквой П, обращенного к морю. Несколько блоков. В этом году практически закончили уже реновацию, которую начали в 2018 году поблочно в номерах. Про номера хочу сказать минимальная категория стандарт, максимальная family. В этом отеле не запутайтесь, все банально просто. 20 квадратов стандартный номер и около 40. Это будет family. Две комнаты. Это то, что тоже часто спрашивают, что удобно, если вы едете с детьми. Делимся в номер. У нас стандарт. О, приятный сюрприз. Халаты. Надеюсь, они во всех стандартных номерах. У нас French Bed. Если вас немного укачивают от съемки, это моя Даша. Я сейчас езжу везде с ней. Наши балкон. О, и приятный сюрприз от отеля. У нас вид на бассейн и на море. Комплимент от отеля фрукты и вино. Санузел. Тапочки к халатам класс. У нас душ. Есть даже для бритья зубные щетки. Ну и все остальное вплоть до мочалки. Это здорово. Да, не дуже багато всего. Да, не дуже багато всего, але він поповнюється, наскільки нам сказали. Номер family. Максимальное размещение 4 человека. Можно 4 плюс инфант. Как видите, между ними дверь. Есть балкон. Ну и все. Музел. Музел. Миний бар. Сушт напитки пополняются каждый день. Тапочки есть всегда. Халаты по запросу. Территория шелковицы. Сезон начался. Замик для копьей. Сегодня турецкая ночь Сейчас посмотрим Какой там ужин Детский ума Детский стол Салат с креветками Класс Куча турецких сладостей В турецкую ночь Это счастье Даша будет Детский стол Равиоли Даша У нас мороженое С ММ Демсом Сегодня ярмарка Тут есть И духи Дюти фри И ремни Магниты по доллару Какие красивые картины Понять не могу Это подсветка Или они так нарисованы И даже специи Магниты по доллару Кафе Мимоза работает с 9 утра. Здесь можно выпить натуральный кофе. Очень популярная у туристов. С 9 до 11 вечера в любой момент вы можете выпить кофе. Есть два теннисных корта. Между блоками и корпусами есть такие вот, как дворики внутренние. Здесь очень тихо, спокойно и красиво. Открытый бассейн. Лобби-бар. Он работает до, вообще круглосуточно, но алкоголь до 2 часов ночи. Полотенце надо брать в СПА. На горке? Да. Есть у Вавок кальяна. Ночный клуб. Должен, говорят, работать с середины июня. Сейчас танцуют все там, где проходит шоу. Если в горке есть туалет. Ну и в горке. Очень уютная локация. Боча. Реально на каждом углу идешь, а кто-то чем-то занимается. Есть вот такая лужайка, где можно на шезлонге, на галаке почитать книжечку, полежать. Ну и пляж. Самое актуальное, что надо посмотреть. Тут все-таки крупная галька, несмотря на то, что здесь кириш. Ну вот тут вот получается крупная, а вот все-таки такой микс. Но поэтому есть вот такая дорожка для удобства. Ну и, конечно, пирс, с которого тоже можно спускаться в море. Встретила девочку-фотографа в отеле из Мариуполя. Я говорю, опять душевно поговорили. Конечно, приятно встречать своих, но не при таких обстоятельствах. Снэк-бар с видом на море. Сейчас посмотрим, что здесь накрывают. Как раз готовятся. Снэк-бар с видом на море. Снэк-бар с видом на море. Снэк-бар с видом на море. Здесь же бар. Детский бассейн. Рядом с основным. Мини-клуб рядом с детским бассейном. Так, есть уголок Геслиме. Это с сыром. Это со шпинатом. Работает с 11.30 до 16.00. Ну и какой отель без Китлиме и... Айрана. Без Айрана. Спасибо, Даша, за подсказку. Будем пробовать. Сегодня я нашла, может быть, только сейчас, со шпинатом и сыром. С мясом. Не знаю, бывает ли. Может, чуть позже будет. Но со шпинатом это тоже вкусно. Айран вкусный? Сейчас попробую. Айран невкусный не бывает. Виола-кафе. Здесь мороженое, кофе, печеньки. Милая терраса такая. А это кафе возле бассейна и пулвара. На баре есть местное шампанское. И есть баллантайз, который надо спрашивать. И еще несколько видов импортных напитков. Детские коктейли. Даша, пробуй. Даша, вкусно? Да. Кладуги. Так, на мой пришли в а-ля-карт китайский. Я расскажу, что вас ждет в китайском ресторане на закуску суши. Ну, суши. Суши, как всегда, в Турции. И сейчас посмотрим. Вот этот кукурузный суп я уже кушала в этом отеле, но не в этом ресторане. Это должно быть вкусно. Мне понравилось. Пирожок с кисло-сладким соусом должно быть тоже вкусно. Так, салаты их я не люблю, но и сатэ, и рыбу будем пробовать. Десерты, мне кажется, тяжело испортить. Так что, вот такое вам меню. Очень вкусный. Приносили еще пирожки. Горячий. Ну, пробуем. Мясо, лапшу. Пока ты там пробуешь, я сниму свою рыбу. Сейчас буду пробовать, и она тоже запеченная. Ну, как? Ну, так все. А что именно тебе не нравится? Ну, все. А, ну, если там соус, то мне точно понравится. Спасибо. Потому что, ну, кустричный соус не все дети любят. Здесь, кстати, в аликарте ресторане подают не только вино, есть и шампанское. Вот, так что, сервис полностью. Что хочу сказать, съела перед этим, вот, который пирожок, Даша, весь суп вообще съела до конца. Поэтому предыдущие блюда были вкусные. Ну, будем пробовать сейчас рыбу и мясо. Будем пробовать рыбу. Рыба я вижу во фритюре, под каким-то соусом. Подустричный, кстати, было написано в меню. Это вкусно, правда. Если надоел шведский стол, однозначно можно идти в любой аликарте ресторан. Потому что даже если вам... Это такой лайфхак. Даже если вам не понравится какой-то аликард, не важно, кстати, в этом отеле или в другом, всегда можно вернуться в обычный ресторан, на шведский стол. Но здесь вкусно. Мне нравится. На обычный стол я уже не пойду. Ну, а мое мороженое во фритюре, вот оно. Ну, это тоже всегда вкусно. Я думаю, с этим вы не поспорите. Реально всегда изумительно. Территория отеля. За 2 доллара можно купить попкорны или вату. Вторая вещь – сливить ребенка. Вкусно? Да. Сейчас лево. Да. Сегодня делают милкшейки. Есть алкогольные и безалкогольные. Смотрите, сморожено. Из мука один Дашки. Она любит. Делают и алкогольные. Надо пробовать. Милкшейк пати. Уже очередь. А нам с Дашолей повезло. Мы успели раньше, да? Да. На территории 2 бассейна, неподогреваемые. Есть крытый подогреваемый вне сезон. 4 а-ля карт ресторана. В каждом из них 1 раз за время пребывания за неделю вы можете забронировать себе ужин. Ужин – это турецкие, рыбные, итальянские и китайские рестораны. Восточные. Дальше. Вход у моря я вам еще покажу. Кириш – это регион Кемера, где самая мелкая галька идет у входа в море. По поводу номеров еще 300 с чем-то номеров. На данный момент отель загружен на где-то 40-45%. Очень много Европы, много французов. Вчера встретили бельгийцев, немцев. Почему много Европы? Ну, во-первых, после пандемии сейчас вся Европа поехала. Они сидели дома 2 года. А во-вторых, Ложардин очень долго был ориентирован на рынок Европы. По территории очень атмосферно, несмотря на то, что отель большой. И в каждой локации есть своя прелесть. Есть кафе, где пьют кофе с 9 утра до 11 вечера на лужайке. Есть кондитерская, есть детская локация, где в 3 часа каждый день готовят что-то новенькое и сладкое. Там же целый день выдают мороженое. Это то, что надо нашим детям. Моя, например, дочка всегда в течение дня, не знаю, раза 3-4 бегает независимо от отеля. Главное, чтобы это было. По поводу ремонта еще хочу сказать. Очень стильно, интересно. Несколько лет назад сделали холл. На следующий год планирую сделать реновацию в ресторане. Ну и тоже волнующий вопрос для Украины. Это то, что сколько здесь отдыхает россиян. Из 500 человек, которых есть сейчас, 100 из них россияне. Насколько это слышно по территории, я наткнулась всего несколько раз, как ни странно. И то в холле, потому что в холле интернет. По поводу интернета хочу сказать. Он бесплатный. Wi-Fi на ресепшн, как у многих отелей. Если вы хотите Wi-Fi в номере, это можно за дополнительную плату. Сколько это стоит, я думаю, что можно посмотреть на сайте. Я напомню, что мы работаем сейчас, пока не летают самолеты с Украины, с вылетами из Европы, с вылетами из Прибалтики и Казахстана. Ну а если вы живете в этих городах, с удовольствием тоже подберем, забронируем на ваши даты, на ваш состав тур с вылетами из ваших городов. Если у вас остались вопросы по отелю, тоже пишите в комментариях. Ждем ваши запросы. Ну и подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать актуальные обзоры. Субтитры сделал DimaTorzok